Вывозить последних оренбургских туристов из солнечного Шарм-эль-Шейха решено было двумя чартерными рейсами. С разницей в пару часов самолеты международной авиакомпании Норвинд должны были доставить отдохнувших и загоревших оренбуржцев домой на родную землю. С минуты на минуту на взлетно-посадочную полосу Оренбургского аэропорта приземлится чартер из Шарм-эль-Шейха. На борту самолета 182 пассажира. Отдыхающих встречают родственники и друзья, которые с волнением все эти две недели следили за новостными сводками. Любовь Николаевна с Красного моря ждет дочку, внучку и племянницу. Путевки они брали до того, как случилась катастрофа на Синайском полуострове. После долгих раздумий семейного совета было решено отдых не откладывать. 5 октября, ровно за день до того, как вступил в силу запрет на полеты в Египет, Любовь Николаевна проводила родных в Шарм-эль-Шейх. Я не переживала, я была уверена после всего, что произошло, что полный контроль будет. Несмотря на шокирующую трагедию с российскими туристами, большинство оренбуржцев в панике не поддались. И со спокойной душой проводили родных на берега Красного моря. В принципе, созвонились, узнали, что все нормально и ожидали спокойно. Улыбки на лице прилетевших лучше любых слов. Счастливые и довольные пассажиры чартерного рейса удивлены тем, что помимо родных, их встречают вспышки фотокамер и тележурналисты. Елена с мужем и маленьким сыном под палящим египетским солнцем провели 11 дней. Говорит, что страха перед полетом у них не было. Ожидания оправдались. Без происшествий полет прошел очень хорошо. Пилот очень хороший, очень мягкая посадка была. Долго аплодировали им. Единственное, что сейчас волнует туристов – их багаж. Как известно, его переправят отдельными рейсами через Москву. На борт самолета разрешили взять только самое необходимое. Елена с присущей ей женской логикой с собой взяла сувениры. То, что сразу подарит родным. Остальное пообещали доставить в ближайшее время. Обзвонят всех. Или приехать сюда нужно будет за багажом. Или, если по нашему желанию, могут доставить или на почту, или домой. Несмотря на то, что Любовь Николаевна без опаски отпустила родных на отдых, слезы радости от их благополучного возвращения сдержать не может. Ее племянница сразу делится впечатлениями. Отели стоят полупустые, египтяне растеряны. В последние дни бассейны многие уже были отключены. То есть программы развлекательные какие-то уже даже не показывали, хотя они должны были быть. В настоящее время полеты в Египет приостановлены. Когда они возобновятся, пока неизвестно. Оксана Боричева, Семен Воробьев. Новости дня.